Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня хотел с вами обсудить такую интересную компанию Норильский никель. Компания уникальна, она добывает очень широкий спектр цветных металлов, которые крайне важны для современной экономики и промышленности. Сама компания достаточно большая, ее капитализация 2,2 триллиона рублей. То есть это крупная компания, это наша голубая фишка. Она помимо того, что добывает никель, медь, повадит, платин, она добывает еще такие очень интересные, редкие металлы. Кобальт, Родий, Серебро, Золото, Иридий, Рутений и металлы Силен, Телур. Сера она везде есть. Кобальт очень важен для выпуска литиевых электрических батарей. Родий – технический металл платиновой группы. Он достаточно широко используется как лидирующая добавка, как катализатор в различных биохимических процессах. Серебро, Золото – понятно. Иридий, Рутений – это тоже платиновые металлы, которые, как роди, используются достаточно широко как биохимические катализаторы и как лидирующие добавки. Ну, а Силена и Телур – это, в общем-то, крайне важный элемент для современной полупроводниковой промышленности. Поэтому компания, она в плане ассортимента добываемого сырья очень интересна. Так, ну вот если посмотреть финансовые результаты компании, она достаточно щедро платит дивиденды. Вот дивиденды у нее в среднем там 7-10% на акцию. Ну, это достаточно хороший поличный дивиденд. И, с учетом того, что это голубая фишка, она, в общем-то, является очень интересной. Память дивиденды на доходность. Так, ну вот у нее идет рост выручки, соответственно, рост EBP. По мультипликатору цена чистая, прибыль 11 у нее составляет. Для российских компаний такого типа, это где-то среднячок. Для западных компаний, горнодобывающих, это достаточно низкий коэффициент. Эта компания, она базируется на советских заделах, рудах, открытых в Советском Союзе заводах, которые были еще тогда построены. Сейчас их модернизируют. У компании очень эффективное и высокое содержание металлов в рудах. То есть, она имеет конкурентное преимущество по сравнению с западными аналогичными компаниями. Это дает для компаний много бонусов и конкурентных преимуществ. Так, давайте посмотрим с сайта компании. То есть, они лидер по производству никеля, палладия, четвертый в мире по производству платины, родия. По медиа они, конечно, не лидеры, потому что много стран, где добывается медь. Крупнейший добыча медиа – это Чили. Ну и компания производит ряд других интересных и очень важных для экономики промышленности элементов. Так, ну вот ее расположение, у нее ключевые мощности – это Норильск. Здесь добыча руды идет, выплавка Красноярск. Здесь Красноярский металлургический завод. Дальше вот на Кольском полуострове у них добыча. Завод, по-моему, в Мурманске у них. И вот Выстринский ГОК. Ну и полно масса представительств по всему миру. Есть еще у них завод, добывающий в Латинской Америке, управляющий руду. Ну и вот интересная эта структура доходов о продаже различных металлов, которые компания добывает. То есть, по результатам 2018 года у них то, что в основном формирует их выручку – это палладий. Мы к нему сейчас стремимся. Там интересная ситуация была. Медь – 27% имити. Но они, в принципе, вот равно велики. Палладий за счет 2017 года побольше. Ну и платина – 5%, а остальные – порядка 6%. Это Теллуры, Ридии, Родии и так далее. Их немного добывается, поэтому такой маленький процент. Ну вот давайте рассмотрим, наверное, металлы, которые входят в выручку компании. Вот это вот палладий. У него взрывной рост цены был в 2018 году. Сейчас, соответственно, цена металла, она достаточно серьезно выросла в исторических максимумах. Ну, палладий у них больше 30% составляет. Ну, тут, скорее всего, это с таким ростом взрывным связано. На самом деле, в обычный год это будет поменьше. На палладий цена очень сильно выросла. И, скорее всего, она будет падать и корректироваться. Потому что отчасти здесь искусственный рост был. Был создан дефицит палладия. Ну, наша компания «Русал» и «Норильский никель» взаимосвязана. И, по-видимому, как бы из-за того, что в апреле 2018 года началась кампания против «Русала», возможно, это как-то послужило взаимосвязью с поставкой палладия. Или возможностью поставки палладия на «Русский никель». А поскольку крупнейший поставщик, то, соответственно, произошел взрывной рост цены. Палладий – это металл, на котором основана работа современной химической автомобилестроительной промышленности. Потому что он входит в состав катализаторов, получения различных органических веществ. И в автомобилестроении он используется в катализаторах для эффективного дожига оставшихся газов, идущих из двигателей. У палладия есть металл, очень схожий с ним по свойствам, только тяжелее. Но это близнецы, на самом деле, платина и палладий. Просто в последнее время автомобилестроение перешло, по большей части, на палладии. Платина на реже используется. Поэтому, когда, соответственно, недостаток палладия возникает, цена взмывает, но при этом возможно перейти на плате. То есть, я вот думаю, вот эта цена, она долго не продержится, по той простой причине, что просто начнут переориентироваться на плате. Но там нужно немножко, как бы, доработать и доизменить, и можно будет использовать вместо палладии плате. Вот поэтому вот это вот такое соотношение прибыли компании за счет палладии, оно может упасть. Я вот почему кланю по поводу цен. То есть, ну, для палладии вот оптимальная цена – это вот 777-1000 долларов за омцию. Скорее всего, там в ближайшее время будет корректироваться наиболее вероятно. Если вам даже, видите, кстати, объемы падали, это говорит о том, что уже переха и, скорее всего, будет корректировка. И поэтому доля палладия упадет в структуре компании. Так, ну, платина, наверное, сейчас на плате находится. Как бы это хоть и благородный металл, но и технически он связан с ростом промышленности. Так, дальше в структуре компании существенный процент занимает медь. Ну, медь вот был взрывной рост, там, когда набули пузырь сырья, потом она отскочила и даже выросла, потому что был рост. Медь – это кровь электронной промышленности. Когда идет развитие, спрос на медь растет, развитие электроники, и, соответственно, растет спрос, медь дорожает за счет этого. Ну, помимо, может быть, создания дефицита из-за различных процессов. Так, ну, вот сейчас медь находится в пределах своих стабильных цен. Ну, есть вот основания полагать, здесь такая картина технического анализа, что она может процент на 20 отсюда скорректироваться. На самом деле это негативный знак, потому что падение цен на нефть, оно негативно для мировой промышленности. Вот, и, кстати, о том, что будет падение цен на нефть, во многом указывает данные SOT SFTC. Дело в том, что когда произошло восстановление в 17-18 году, трейдеры вкладывали в нефть, и поэтому ланги по нефти росли. Вот, а сейчас идет набор коротких позиций, то есть продают. Это, скорее всего, может свидетельствовать о том, что цена на нефть в ближайшее время она будет корректироваться. Медь она, ну, либо останется на уровне, либо, судя по имеющимся данным, она может просесть чуть-чуть на 20%, то есть эта часть тоже может упасть. Так, и у нас здесь есть никель. Вот никель очень интересный металл. Он используется для выплатки нержавеющих сталей, и это ключевой металл для выпуска военной продукции, ракет, самолетов. Вот, и поэтому, когда идет либо бурное развитие самолетостроения и военной техники выпуск, тогда, соответственно, спрос на никель растет. Растет его цена. Вот, ну, здесь вот был пузырь сырьевой, который лопнул в восьмом году. Потом был небольшой отскок цен на никель. Вот, и сейчас вот тут образовалась интересная информация. Отскок от сильного уровня и двойное дно. То есть, цены на никель сейчас будут, скорее всего, расти. Это наиболее вероятный сценарий. Вот, и это немножко настораживает. Почему это настораживает? Потому что, вроде как, цены на медь, которая связана с выпуском электроники, она, ну, скорее всего, будет падать. То есть, ну, электроника, там, мирная продукция и так далее. А никель, который связан с военной техникой, из самолета космостроения, на него цена растет. То есть, это может быть предшественником индикатора каких-то катаклизмов в мире. Вот, ну, я надеюсь, здесь есть другие факторы, но, тем не менее, такой расклад тоже возможен. Вот, поэтому, обращаю ваше внимание, что если мы вернемся к вот этой вот структуре, то, если палладии скорректируются до, там, своих естественных значений, вот эта вот часть, она где-то на треть отпадет. Никель немножко вырастет, увеличится. А медь, ну, если просядет, то немножко сожнемся. Поэтому здесь, скорее всего, если вот сценарий, который я описал, снижение цены на палладий, на нефть, на медь, прошу прощения, небольшой рост на никель, а может быть большой. Соответственно, диаграмма, она изменится. Она так вот сожмется. Может быть, общий доход упадет при сохранении небольшой росте добычи. Вот, но, тем не менее, то еще были завязаны на никеле. Так, это что касается структуры металлов в доходе выручки компании. Ну, давайте посмотрим цены на акции. Ну, вот здесь, как бы, цена демонстрирует достаточно хорошую устойчивость, даже когда кризис 2008-2007 года был. То есть, норильский никель в момент, он упал, но его падение было менее сильным, нежели других бумаг, там, Сбербанк и так далее. Вот, вот здесь он отскочил, когда кризис закончился, этот месячный график, там, инфра-месяц. Вот, и сейчас у него пошел рост. Тогда девальвация была в 2014 году, был перехай, потом отскок, сейчас вот опять рост, опять рост. Вот, и здесь акции достигли исторических максимумов, и, возможно, они в ближайшее время начнут корректироваться. Вот здесь первые цены для похода вниз – это 11100, и потом 7200. Если даже рассматривать через Fibonacci уровень, последняя коррекция была, то у акции, в общем-то, ну, она практически до своего очередного потолка дошла. Это 15000. Ну, вот, до этого уровня в ближайшее время вероятность того, что ее догонят, она не очень большая. Здесь, тем не менее, то есть уровень, который рисуется с предыдущей коррекции, она его практически достигла. Помимо этого, здесь вот нарисовалась фигура округлая вот эта вот вершина, которая при завершении она вот как раз будет иметь ход вниз, где-то вот в район 11500-11100. То есть, вот завершение вот этой вот фигуры вот сюда, не более вероятный сценарий, поход вот сюда цены. Но, на самом деле, сейчас весь наш рынок перегрет. Даже такие хорошие компании, как Норильский Никель, они находятся на хаях. И, с моей точки зрения, прямо сейчас лучше покупки не делал. То есть, здесь вот прямо вот у меня сразу напрашивается операция шорт и где-то вот здесь вот закрыть. Или же подождать, когда сейчас будет проседание, которое, скорее всего, наступит в ближайшее время. Ее подешевле вот здесь или вот здесь вот откупить. Но, опять же, то есть, обращаю ваше внимание, вот эта очень интересная бумажка. Она стабильно платит дивиденды в случае девальвации. У нее вся выручка в валюте. То есть, она даже, когда будет девальваться, она, скорее всего, сохранит щедрые дивиденды. Но, если, конечно, обвального падения спроса не будет на медь, палладий, платин. Но там, в любом случае, остается металл войны, никель, который ее наверняка будет поддерживать. Таким образом, решение за вами. Но, вот, я считаю эту бумагу интересной для приобретения в долгий срок. Если интересно, как и что с ней в короткий срок делать, давайте я лучше про это отдельно расскажу. И так уже затянулось по времени. А в долгий срок, то есть, дивиденды, плюс перспективная бумага, бизнес у нее очень интересный, хотя сырьевой. И многие страны мира зависят от работы этой компании. Поэтому будет она изыскивать средства для того, чтобы оплачивать ее условия. Спасибо за внимание. До свидания.